добрый день наш сегодняшний блог будет в какой-то степени какой-то степени моим как это сказать чувак моя чувак что о чем я хочу сказать в принципе не хорошо рассказывать другим людям о своих ошибках и грехах но в данном случае я решил все-таки с вами поделиться просто потому что может быть за счет того что вы усилитесь в этом в этом законе в этой аллахе может быть это будет как бы какая-то моя заслуга и тем самым так сказать это будет искуплением того что я сделал сегодня эту ошибку вы сейчас поймете о чем я говорю есть такая лоха в шуха на рух голова 89 прогресс 89 пункт 3 то есть это пейтед гимн написано так асу ли это секс бы страха ул-лэх бадыр и хачит полет филат шмана и сын нельзя заниматься какими-то своими необходимостями или работой так или уходить в дорогу выходить в путь пока не помолиться молиться молитва 18 благословлений да и есть который облегчает говорит рома если сказали немного благословлений прежде чем ского которые говорят прежде чем бару шамар и лучше в этом устражать так говорит рума тадеши ну и в этой же в этом же пункте не кушать не пить перед молитвой и т.д. вот у меня была сегодня такая ситуация мы затеяли небольшой ремонтик у нас в квартире и я с моим близким другом мы как бы организовываем это все сами то есть не стали брать каких-то подрядчиков решили сами справимся друг мой но такие золотые руки а я как бы на подхвате что называется вот решили называется собственными силами да и сегодня мы должны были принять грузовик со стройматериалами вот верите или не верьте вот я вот сижу здесь у вас тут в как в галстуке в пиджаке на самом деле вот я сегодня помогал разгружать стройматериалы и вот отгружаем мы стройматериалы получилось так что я очень хотел молиться до этого получилось встал отвез одного ребенка вешиву собрал других только успел сказать шма все приезжает этот грузовик я не успел молиться думаю ну ладно разгружу сразу иду на шахарит разгрузили а там как получилось там места не хватает что какие-то планы нужно все спланировать порядка в общем не получилось молиться шахарит еще достаточно длинный отрезок времени одно дело за другим одно за другим ты пока в какой момент я просто сказал все все я думали мы прямо мама что что написано в этой аллахе да асур на самом деле нельзя что ты начинаешь нельзя нужно встать заранее ты знаешь что там после восьми должен приехать этот грузовик даже помолиться все повалиться в шесть молиться в пять утра такая как бы аллаха до что асур лет хильда нужно понимать что это так делать нельзя почему даже потом ты можешь совершенно спокойно вообще не успеть помолиться так закрутишься до всех делах дело за делом за дело одно с другим одно с другими вроде все невозможно невозможно остановиться весь день тебя так возьмет я бы хотел чтобы если можно все тоже восприняли этот закон укрепились в нем и тем самым помогли мне как бы исправить эту ошибку ну я сам блин это тоже хочу сказать что я хочу усилиться укрепиться и стараться теперь все дела только после шахарита тем более что в талмуде написано один мудрец который звали оба бениамин сейчас как раз изучаем в трактате барахлот он говорил что всегда молитва должна быть рядом с кроватью как рядом с кроватью сразу после того как встал первым делом нужно помолиться вот такая идея надеюсь что это было достаточно коротко и достаточно ясно что мы сегодня хотели сказать спасибо большое